Уважаемые зрители, мы приносим наши извинения за то, что прерываем сегодняшнюю программу и предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию работы в неочередной сессии Верховного Совета Более миллионов избирателей, доверяющих народных депутатов представляют их интересы по осуществлению исторических чаях и новонрождений страны По поводу злопации власти отвлекается словесно ее репуталемый с ягодом возрастающийся в России китрый коммунизм На самом деле, суть в другом, в крахе проводимый президентом экономической политики Нормальное демократическое государство, выражая недовольство доведенного до отчаяния народа, выдается запутанному коммунистическому заговору Люди с заглуганными щитой, они не угрозами высших должностных лиц и их маневров Разыгрывая условия нашей страны в антикоммунистической армии, прямой юткорского общества, гражданской войне, диктатуры И вообще, как пора бы понять, что в любом по-настоящему демократическом государстве сторонники социалистической идеи нормальный элемент спектрой политической жизни Восьмой съезд открыл путь и выход на стержейшую положение, в котором оказалась страна Это путь осуществления экономической реформы на основе согласия, демократии, баланса всех предприятий, заключения профессиональных соглашений В рамках круглого столовой экономики из кризиса, формирования смешанной рыночной экономики с ориентацией на человека и его интерес Один словом, речь идет о создании и тонком исполнении сложного произведения, отражающего в балансе политических сил Народ предлагает область, особый порядок управления страной, где общество хотят превратить в послушного исполнителя и более одно лишь президентской команды На шутку в сторону с облысок, над страной действительно нависло прямая угроза отката к лучшим временам демократизма Прикрываемому демократической фразеологии, развала России как единого федеративного государства, угроза нефтатур Говоря на твердость, она нужна в борьбе с преступниками, в проведении жесткой экономической дисциплины, в соблюдении законов Так давайте, показывайте эту твердость, мы сами не поддержим такую твердость Сложившаяся ситуация диктует однозначное решение Отмена всех некрестом их решений, возвращение на путь поиска согласия Думаю, что здесь можно и поговорить, наверное, и поспорить и найти разумное решение Хотелось бы, чтобы сегодняшние наши, к сожалению, вот такое внезапное заседание в воскресенье вечером Вывело нас на путь поиска правильного конституционного и не только конституционного решения Благодарю за немабильное прослушивание моего видения нашего обсуждения Так, пожалуйста, с чего? Начнем Дмитрий Михайлович, я только пеешь, не успел Отметой, как следует Как начнем? Да, прошу прощения, вот что, уважаемые коллеги Давайте договоримся, я выставлю на голосование необходимость прямой трансляции Пожалуйста, выставлю на голосование На улице стоим, очень хорошо и на улице трансляцию Естественно, с тем, о чем я уже говорил Да, субъективно снова Пожалуйста, прошу голосование, можно руками Пошу опустить, что не надо руками Карточками, я поправляю член от резидента Пожалуйста, карточками голосуйте Да, да, идет голосование Вообще Да, если кто не проголосовал, пожалуйста, я спрошу Вы Понимаете, почему не 100% Непонятно, 40% хотят утаить обсуждение, что ли? Будем интересно Да, хорошо, 60, 50 и 50 и 50 процентов проголосование не понимаем позицию сорока, которой пытаются карточек не везем, снимая, снимая, снимая упреки Пусть у сорока нет карточек, показали не дисциплинированность Хорошо, спасибо, друзья Начинаем рассуждение, пожалуйста, предлагайте, какой путь здесь берем Так, какой путь обсуждения проблем здесь берем? Второй крыло Уважаемый Руслан Абранович, народный депутат Фратищев Мне хотелось бы обрастить внимание на ряд обстоятельств Во-первых, хотелось попросить вас, уважаемый Руслан Абранович строго соблюдать регламент и включиться в работу по соблюдению регламента нашей регламентной группы Это первое Второе Есть предложение, да, но непонятно, здесь вот уважаемый мною Владимир Новиков сидит с генапаратом Он, видимо, не выполняет роль регламентной группы Есть предложение заслушать силовых министров Ну, есть такое предложение, значит, и я прошу мое предложение поставить на голосование Председателя правительства тоже И председателя государственного суда Попросить их, да, попросить их выступить перед Верховным Советом Еще Есть целый ряд уже подготовленных проектов решения Постановления виновного совета Я попросил Обратить ваше внимание, уважаемый Руслан Абранович Что такие проекты имеются И вот один из них уже родственным депутатом Есть предложение включить в готовящийся проект решения целый ряд пунктов Связанных с тем, чтобы, скажем, считать Необходимым обратиться с заданностью Конституционный суд о неконституционности Указа Президента Российской Федерации 20 марта 1993 года Я не называю сейчас этот указ Считать, это Конституционный суд будет решать Мы не можем, я выслушайте внимательно Считать, что референдум по основам Новая Конституция Российской Федерации Связообразно провести не позднее, не раннее октября 1993 года Считать, что на основании статьи 121-й 6 Конституции Российской Федерации И это не выступление Руслана Прасхи Но еще одно, еще одно мое предложение заканчиваю Так вот, на основании 121-й со значком 6 статьи Конституции Российской Федерации Считать полномочия Президента Российской Федерации Прекращенной На этом выступлении, даже как на этом Выполнял этим голосом Спасибо Сложили у меня на просьба У меня на просьба Тогда на невозможность Хоть и шаг в просьбе Сколько хотите Столько будет выступать Уважаемые коллеги Но я хотел с вами посоветоваться Но еще и ведет по судьбе Президента По судьбе страны Наверное, будет правильно Предлагать Президента Едите сюда И далее объяснение по поводу своих мест Предлагательствия здесь Я уже сказал Пожалуйста, Юрий Михайлович Созвоните из канцелярии И переговорите с Борисом Николаевичем Пусть явится сюда Звоните Пожалуйста Как они предполагают Предложите Валерий Редмитриевич Пожалуйста Ваше место Ведь вот здесь Вот ваш столик Председатель Конституционного Судар С правой стороны Президент С левой стороны Председатель Конституционного Судар Еще раз Скажите Так Уже Большая Ура, мои коллеги Может быть Вы иногда Запишитесь В выступлении Наверное Тоже будет По рекламенту Правильно Правда Список Джейни Дюров Желающий выступить Да Да Записки подают Я Веду Прошу Записываться В Ура Да Ура Ура К Спасибо Ура 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 Уже мы вели недостаточно по первым три, пожалуйста, и шестоп... шестоп пятый территорию, где уж встречусь. Уважаемые коллеги, я хотел бы остановить ваше внимание на следующем вопросе. Хотел бы, чтобы вы внимательно посмотрели на первый пункт. Постановление, как он называет, обратиться с запросом о проверке конституционности действий и решений президента Российской Федерации. Все правильно и нормально. Но тут же посмотрите второй пункт генерального прокурора Российской Федерации и осмотреть вопрос об ответственности всех должностных листов и ваших характеров. Секунду. Руслан Иванович, тут противоречит. Дайте же высказаться. По этой причине, по этой причине, Руслан Иванович, или же мы должны в первом, во первом пункте, или же мы также должны решать вопрос об ответственности президента в первом пункте, или же мы должны во втором пункте привести соответствие с процессуальными нормами. Иначе есть противоречие. Потому что мы де-факто должны в соответствии с непривлекательными нормами. Ну ясно, ведь понятное. Хорошо, четвертый микрофон. Да, мы взяли в фонаре. Реально нет. Руслан Иванович, это в поддержке предшествующего выступающего. И те, кто сегодня с трибуны выступал, когда досталось время высказаться, требовали к Верховным Советам оценку обращения президента. Поэтому, наверное, постановляем сразу Конституционный суд, но нет логики. Поэтому считаю, что первым пунктом должна быть оценка. И звучать он примерно так нужно. Вот это считать обращение президента Российской Федерации 20-го года 1993 года, не соответствующим его статусу высшего должностного лица Российской Федерации и главы исполнителей власти в Российской Федерации. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. а мы еще не приостанавливаем ни один указ, который принят на обрушение Конституции. И у меня снова предложение. Ни об одном указе должна идти, а здесь должна идти во всем пакете указов основные положения, которые были озвучены наступлением Президента. Я бы сказал. Понимаете, друзья, так и все остальное на всем пакете. Я прошу извинить, вот видит пункт, я никого не хочу обидеть, но нет указов или распоряжений Президента, в котором я был в нарушении законов. Вообще нет физически таких. В смысле, я вам откровенно скажу, вот даже сегодняшний указ у Президента сфортирован отдельный Кремлевский пункт. Ну, комендантуры Московского Кремля преобразован в Президентский пункт. Ну, вроде нормальный Президентский пункт, но дело в том, что по закону все эти вопросы должны согласовываться с Верховным Советом. Так, он не согласован, естественно. Точно так же, пожалуйста, многое другое. Вот где там части Альба, кому они подчиняются? Тоже опять указывается Президентом. Плюс Главное управление вот этой самой знаменитой охраны. Кстати, знаете, сколько там люди? Одиннадцать тысяч человек. А бюджет, знаете, сколько там? Восемнадцать миллиардов рублей, которые так и не можем найти. И вот, к чиновникам сомнется, так его и не говорят. А у нас в Белом доме парламентский центр, вы, говорят, что порядка восемьсот человек, я точно не знаю. Но дело в том, что они в Главном управлении охраны вообще новые явления. У нас есть и безопасность, есть и об этом. Там и работа, и вдруг опять остаются блоки, опять дивизии, опять чего-то охраняя. Давайте этот отдел охраны нашел. Где-то не трех человек там рассчитывается. Я это не в данном случае даже не для третийских. Хотя, извините, вот образ идеами, но возникает, когда речь идет о такой вот этой самой охраны, 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 полки охраны, охраны, так и так далее. Да, я не об этом говорю. Я хочу сказать, что там какая-то группа целенаправленно работает для того, чтобы поставлять под удар президента. Это совершенно ясно. Это же сто раз ведь говорилось об этом. И кто-то хихикает сейчас снизу над всеми нами. Поэтому там нельзя ставить вопрос. Давайте весь блок в будущем указывать. Лучше вот надо внимательно работать. Пожалуйста, еще какие-то замечания. Второй микроход. Спасибо. Продолжение следует. Здорово. Новый вопрос, Владимир Владимирович. Я прошу прощения, но взятки и не вовремя решений, проголосовываемых после того, кого предоставили еще нескольким слагом словом и не предоставили этого вебра. Я предлагаю вторым пунктом включить пункт следующего содержания. Признать, что содержащиеся в упрощении утверждения, что съезд похоронил референту. Не соответствует постановлению 8-го съезда народных депутатов. Обязать президента и Верховный Совет, а также просить субъекты Российской Федерации, ускорить подготовку к референдуму, как и предусмотрено нашим решением, пунктом третьим и последним постановлением съезда. То есть включить отдельный пункт, подтверждающий, что Верховный Совет съезда не боятся референдума за референдум, а не против референдума. И утверждение, что мы похороняем референдум, не соответствует решению съезда и истинительности. Я прошу включить такой пункт. Номер 2. Почему? Потому что у нас второй пункт в своем ответственности. Надо еще одной ответственности по сути высказаться, по сути вопросов. Могу повторить формировку. Вставлено голосование. Все запомнили. Пожалуйста. Вставлено голосование. Вставлено голосование. Вставлено голосование. У меня по второму вопросу два момента. Уважаемый Верховный Совет, я прежде всего хотел бы обратить внимание на следующее. Верховный Совет, несомненно, вправе поддавать поручение рассмотреть вопрос какой-то норм своим органам. Генеральный прокурор не является органом Верховного Совета для того, чтобы ему поручать рассмотреть что ли. Генеральная прокуратура действует в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом и при наличии оснований для ответственности они поступают так, как в них закон. В связи с этим, я считаю, второй пункт подлежит просто снятию. Давайте так намустроим. Обратите к генералу. Обратите с ростом и при наличии. А я вам не присутствую, не хорошо, если там вы императивно. Обратите к генералу. Сейчас Русланом, расскажите, первый микрофон. Давайте с его прокурору дадим. Русланом, расскажите, первый микрофон. Легкий разрешок Московского, председателя Комбитета по законной административу. Уважаемые коллеги, что к нему на вопросах, я в целом поддерживаю данное обращение, но тем не менее, присоединяюсь к депутату Шаркову и предлагаю пункт 2-го общественника. Дело в том, что если мы встали на путь выполнения Конституции, то, конечно, некорректно, без решения вопросов, без решения Конституционного суда по первому условию, и я давать поручение, и я не могу, если пройду, я дам вам ни очереди. Пожалуйста, еще поэтому есть какие-то суждения. Четвертые, пожалуйста. Так, давай, извините, пожалуйста, поясните. Я считаю, уважаемые народные депутаты, что пункт первый, и вот тот, где относится к Генеральному прокурору, связан один с другим, чисто теоретически Конституционный суд не признает эти действия прокурора, а не Конституционным, и вообще вопрос об ответственности не может быть, поэтому пока нет решения, я думаю, что Генеральному прокурору поручение давать не надо. Мы следим этой ситуации, работаем совместно с Конституционным судом, добываем те документы, которые, кстати, Конституционный суд, о чем Зорькин еще раз просил подчеркнуть, так и не имеет последний, поэтому, когда будет решение Конституционного суда, мы свои меры примем, которые положены законами. У меня заключается по улице. Конечно, мы можем и получились, что я... Сняли блокпанс, пожалуйста, я, ну, конечно, сейчас поставлю, и постараемся снять, и в принципе, уважаемые, надо предусмотреть какую-то статью от разработчиков диверсионных материалов, чтобы их наказывать. У нас тысячи людей сидят и строчат эти разные диверсионные планы, а в нашем обществе секретов нет. Они становятся известными, они возбуждают общество, и вот силовые министры, как принято говорить, вот жаловались правильно, да, правильно жаловались, что их дергают, а почему дергают? Потому что там тоже сидят разрабатывают какие-то планы и прочее, они становятся достоянием вашим, вы беспокоитесь, бегите ко мне, вот теперь заместите, и вы знали, что такое быть председателем славу. Один даже хотел сегодня сорваться в лоно, наставит нас здесь всех, а грех, ну, куда в лоно сбежать, ты, ты, обстановка, а я, то есть, шутчук, шутчук. Вот и я хочу, чтобы меня не воспринимает так хорошо, уважаемые коллеги, здорово, что мы снимаем, Снимаем, да, пожалуйста, пожалуйста, ставлю на голосование, сняли второго. Так, да, разу обратно. Да, это не и ты Кто-то отдает, если еще один и ты Огно его вместе со вторым фондом с ними Почему? Так что он не давал здесь во время заседания Верховного Совета, и почему он О своей хорошей работе нам рассказывал? Завалил всю социальную политику Еще и интервью, все издать лучше Так, отклоняется и снимается Дай, пожалуйста, дай Непонятно, что вы не знаете Тогда, если вы не сняли Согласитесь и обратитесь к Генеальному прокурору Обратитесь с просьбой к Генеальному прокурору Посмотреть вопросы подписывались И если все опорно с этой песни Давайте тогда формулировать, наверное, поедем Уже Уже Уставлено голосование вот такую формулировку Подписывайтесь на наш канал Уже 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 Утащи Уже Так Да Значит, в район будет Но Уже Это Уже 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 Тогда первый пункт, пожалуйста. Первый пункт, пожалуйста, уважаемый Владимир Владимирович, я предлагаю третий пункт сделать четвертым, а третий пункт принять в такой редакции генерального прокурора Российской Федерации рассмотреть вопрос об ответственности всех должностных лиц, принимавших участие в приостановлении полномочий народных депутатов Российской Федерации на территории Кремля. Вчера в 14.30 при объезде на территорию Кремля я был остановлен сотрудником лейтенантом Рудневым Андреем Евгеньевичем, предъявил удостоверение члена пресеема, на что он мне сказал, что по этому удостоверению вход на территорию Кремля запрещен, действия народных депутатов по их полномочиям и по фактическим удостоверению, которым мы предъявляем, они недействительны. Поэтому я и обращаюсь с депутатским запросом в Конституционный суд в прокуратуру и к президенту и прошу в качестве законодательной инициативы принять этот пункт. Александр Евгеньевич, это можно протокольно записать, пожалуйста, но убейте ли дело в том, что официальный Кремль на резиденции я не знаю. Хорошо, я соглашаюсь, но это мой мой запись, заставляем оружие неудобно, у нас нет права. Хотя давно, я даже уже говорил, нам давно пора набраться мужественной рассмотрения. Вопрос о том, чтобы Кремль наконец стал национальным музеем. Сейчас создали какое-то социально-производственное управление, которое нещадно стало эксплуатировать то, что сохранилось веками. Там уже какие-то коммерческие... Представьте себе, что бы осталось, если там коммерческие структуры с 15-го века действуют. Я точно не знаю, но я... Что за люди там в сале работают? Руслан Амарович, я думаю, что Кремль наконец добраться в мужестве на сессии, принять решение, скажем, с какого-то года там построить прекрасное дворец Президенту, выдавить эти средства, эти цели, средства. В конце концов, сзади всегда остаются в околе Иване. Нет, пока мне показывают сзади, построенное этим вегетаром Малиевым, прежнего нового. В окол, знаете, этот прекрасный дворец, уже и так мы кто построим, это не важно, но это же для людей остается. Поэтому построим дворец для президента Кремля, надо сохранить ее в будущем поколении. Поэтому в будущем надо набраться смелости решить этот вопрос о превращении Кремля в национальный музей. В целом, можно ставить на голосование восстановление. Вставлено голосование, так, но и активно сопротивляемся. Пожалуйста, второй микрофон. Народный, Натуткин, 3056-й урок. Я бы предложил третий пункт после слов человека и гражданина поставить запятую и дополнить словами. В случае противоречия указов президента Конституции и законам Российской Федерации руководствоваться частью 2 статьи 121 за точком 8. Я напомню, что в этой части говорится, что указы президента Российской Федерации не могут противоречить Конституции, а в случае противоречия действовать законам. Так, а зачем? Ну, извиняюсь, это же за него нужно. Ну, хорошо, ставлю на голосование ваше предложение. Пожалуйста, голосуйте. Какое? Внимаете? Может, в целом это предъявить? Ставлю на голосование. Уважаемые коллеги, прошу быть предъявленными внимательными. Пожалуйста, идет голосование по всем другим другим целым правам. Пожалуйста, будьте внимательны на голосование. Голосуйте, депутаты. Голосуйте. Вы голосуете, как? Все, за вас. Все, за вас. Прошу. Принимаются. Украинские коллеги, постановления принимаются в целом. Теперь следующие вопросы. Обращайте. Какие замечания? Замечания? У депутата и уайонского ученика. Пожалуйста, будьте внимательны. Четвертый абзац изложить следующим образом. Призывая руководителей государства, не дали обвести себя в запрождении в отношении позиций депутатского корпуса в экономической реформе. Здесь Верховный совет за адекватно-экономической реформы. Пожалуйста, первый депутат Германский, депутат Германский, который проводил депутат Германский, а сейчас средства массовой информации нагнетают такую информацию, что президент за реформы, а ему противостоит враждебный депутатский корпус, который является врагом реформ, который хочет повернуть историю вспять, вернуться к старому. Очень важно разъяснить заубежной общественности, что это искусственное противостояние реформаторов президента и консерваторов депутатов. И вот это нужно обращение разъяснить. И, может быть, ограничиться именно этим разъяснением, а вот тот несколько дидактический вариант абзаца, когда мы выносим порицание, его, может быть, опустить, и, возможно, так будет более дипломатично. Спасибо за внимание. Хорошо. Здесь, уважаемые коллеги, я вижу у вас замечание, я смогу передать париж, это мы на третьей строчке справа. Теперь можно за основу, потом обсудим вполне разумные предложения депутата Германска. И, может быть, я не могу передать париж. Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые коллеги, мы приняли с вами соответствующий тест восстановления об обращении президента Российской Федерации к гражданам России в 20 марта 1995 года в преамуле. Горгун и СССР расценил эти действия как покушение на кондиционную основу российской государственности и соответственно принял решение обратиться в кондиционный суд Российской Федерации с запросом о проверке кондиционных действий и решения президента в связи с его обращением. В соответствии со вторым пунктом СССР обращается внимание генералю прокурору Российской Федерации на необходимость рассмотрения вопроса об ответственности всех должностных безпринимавших участия в подготовке антиконсионного обращения. Третий. в полном согласии и с президентом и с правительством и с самими собой правительством Российской Федерации органам государства на Российской Республике властей краевого автономного и с автономного угла городов федерального значения меняется в обязанности принять необходимые меры по поддержанию законностей и правопорядка оперативного управления экономикой в защите права и свободы человек и гражданина такого содержания трех пунктов и обращения в фунду Совета Российской Федерации к парламентам правительством и народам мира. Запрос здесь же прилагается Конституционный суд Российской Федерации. Уважаемые коллеги, после столь трудного заседания позвольте буквально два слова сказать. Первое. Вы знаете о том, что мы с большой группой наших депутатов выезжали целые бывших республик ныне суверенных стран Украина, Белоруссия, Армения, Азербайджан и сегодня тысячи-то ночью побывали в охвате. Сегодня пришлось прервать этот визит и вернуться. Первое чувство, которое, откровенно говоря, в разговоре возникает, это чувство стыда огромного, ну просто стыда и все за действия, которые здесь у нас осуществляются и которые, как правило, проходят через весьма так называемого противостояния. Это противостояние будет бесконечным независимо от того, кто здесь будет сидеть и кто здесь будет сидеть. Уверяю вас, если вот такая же система управления высшая у нас будет оставаться в неизменности с такими принципами и с такими людьми. Да, мы уже как в этом случае давайте не будем закрывать глаза на право. Речь идет об огоне политического режима. Оно назначено. И не надо делать видеть, что мы этого не видим. И если бы мы давно это видели, если бы поддерживали всех без того, чтобы реально слева что-то за кого-то защищать, этого не было. И не было бы этого позора, который на весь мир происходит у всего человека на глазах. Просто стыдно, откровенно стыдно. И вы это прекрасно знаете, кто в этом повинит. Поэтому давайте мы так и навсегда раз и навсегда на дом. Война, у нас в твоем руке есть. И она запретой отступления от Конституции не должно быть допущено. Ни в законах, ни в действиях на удасты жалеться. Я особое внимание обращаю на то, что здесь говорили уважаемые министры и внутренним и безопасность и обороны. Какой еще забыл? По-моему, все же все сам упомянул. Я понимаю, их положение им трудно, они оборонят. Им трудно, их задергали. Я уже буквально задергал этими поручениями, этими требованиями личного повиновения, личной преданности, когда я должен быть преданной Конституции, порядка народа, Отечеству и больше никому. Ну и не надо торопиться, тоже в карман весть, Павел Сергеевич. Никому. А то вы плачетесь, вот там, видите ли, как там, надо на уго, жалуйтесь, на второго, на ура, жалуйтесь, и теперь еще на одно, вот там, жалуйтесь, а забывайте, что здесь, на полном Совете принимаются законы, постановления, выделяются скутные ресурсы, на содержание наше, еще будем выделять больше, по мере, только невозможности. Но вы, все-таки, у вас, что выполняете, так, как полагается, мы же видим, что происходит, царь. Десятых тысяч молодых официальных будет до командиров, вот это, но где они у вас, они разбираются, и сами делаете, если они видят, мы для них видим, кстати. И точно так же, другие министры, пожалуйста, приходите, говорите о своих проблемах, мы будем помогать, в мере возможности. К сожалению, вот эти сигналы постоянно появляются, на вас оказывается, где вы поддаетесь чему-то кому-то. Надо с этим делом тоже заканчивать, точно так же, как и премьеру, пожалуйста, будем помогать, но таких обращений, пожалуйста, постарайтесь, чтоб не было совершенно беззубых, непонятных, никого, ни к чему не обязываешь, не поймете, что вы поддерживаете, кого вы поддерживаете, о чем вы говорите. Уважаемые коллеги, большое спасибо за то, что вы правильно понимаете вопросы консульной законности, наконец-то нас все же это доволен. Спасибо, до свидания. Так же, как в обычном режиме, таким, вы будете spreadsheевры, которые живут, с помощью этого. Спасибо, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...